Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня 31 мая, я открыла, заглянула в тоннели и хочу показать вам, как выглядят томаты, которые я высаживала. И потом были еще морозы, град, снег, минус 2, минус 3. Томаты все это пережили, но конечно, в этом году погода была ужасная. Условия для выращивания в тоннелях были самые отвратительные за все время, которое я помню. Томаты, конечно, вот они все живые, даже у них, видите, вот салатовые, новый листик образуется. Но это вот последние дни буквально, они долго стояли в одной паре. Но одно то, что они целые выжили, это и то хороший плюс. Я всегда говорю, что когда холодно, они обычно зеленую массу листья не наращивают. Они стараются там внизу усилить корневую систему. Как только вот остановится тепло, они быстро-быстро начнут, вот сейчас уже начали помаленьку, начнут выкидывать новые листья. И вот новый такой ярко-зеленый лист, когда покроется, сомкнется, тогда они будут готовы, я буду их выкапывать. Так как я живу в сибирском регионе, у нас традиционные сроки высадки после 5-го, 10-го июня. И то, что они в таком вот состоянии, в размере, это нормально. Как раз вот за эту неделю, до 5-го, до 7-го, они вырастут до такого размера, какой должна быть рассада. Не стоит забывать, что это все сорта низкорослые, они высокими никогда не бывают. Вот тут у меня и демидов, и петруша, они все 50 сантиметров. Поэтому рассада у них коротенькая, толстенькая. Главное, что у них хороший толстый стебелек, вот такой вот, они как-то, как это такие, как кореностенькие. А листиков они нарастят. Конечно, в этом году самая плохая уличная рассада какая была, за все эти годы я уже повторяю. Видите, видно вот по всей массе, если все это поле посмотреть, немножко как с желтоватым оттенком. Это из-за того, что они очень долго сидели в таких температурах, я говорю, что было и минус 2, и минус 3, спасало только пленка и укрытие. Но вообще, конечно, было очень холодно и дневные у нас. Вот вчера было солнце, сегодня опять солнца нет, опять холодно. Им не очень комфортно. Вы видели, какая в теплице рассада, она уже полметровая выше колена, и какая здесь. Но эта рассада имеет свои преимущества. При высадке в грунт она не вянет, она уже не боится холода, не боится солнца. Она вот этими погодными условиями испытана и жарой, и холодом, и всем. И она сразу же, она почти не чувствует пересадки, что так она была на улице, и что высадим мы ее на улицу. Она сразу идет в рост, и она почти одновременно с той рассадой, которая в теплице, начинает плодоносить. Вот первый раз я вам показала, какая она. Главное сейчас, чтобы мы увидели, что она живая, все это поле зеленое. Если бы они замерзли, тут бы уже было, ну как, были бы пустые места, выпавшие, как проголызины, или было бы такое, как желтое, черный цвет листьев. Вы видите, что листья все зеленые. Хотя есть желтоватые листики, но это те нижние листья, которые были во время заморозков, которые мы все равно при высадке будем отщипывать, они нам не нужны. Главное, что уже начался рост от зеленой массы. Видите, какие яркие, хорошие листочки. Все, рассада в тоннелях чувствует себя нормально, если можно так сказать. Конечно, внешний вид желает лучшего, но для этого года и так хорошо. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это обзор вот этой рассады в тоннелях, которая долго-долго сидела здесь в холоде, но все-таки выжила. Но так на это способны только сибирские сорта. Никакой сорт, наверное, не выдержит в таких условиях, чтобы жить и еще листья образовывать. Все, до свидания. Продолжение следует...